Добрый день. Мне все время хочется сказать, коллеги, мы чаще выступаем перед коллегами, извините, если так иногда буду обращаться, на самом деле мы, и мы уже много десятилетий в вашей проблеме, и вы уже много времени в нашей проблеме, поэтому, по сути дела, мы коллеги, да, коллеги в оказании помощи вам. И на самом деле очень хорошо, что существуют такие школы, потому что, ну, все вы знаете, что врачи перегружены, врачей не хватает, и не все у нас есть, не у всех у нас есть и желание, и возможность, и опыт общения с вами на приемах. Ну, что греха таить, на самом деле, как только начнешь с человеком разговаривать, то разговор этот может быть бесконечным, да, поэтому пользуйтесь возможностью разговаривать с нами в неформальной обстановке, не на приеме, не тогда, когда вы сидите в кабинете, и врач торопится, и вы забываете, и так далее. Итак, да, я химиотерапевт, то есть я занимаюсь лечением злокачественных опухолей всю свою сознательную жизнь, уже очень давно, и очень много, и поэтому, ну, вот так мы обозвали тему правила проведения химиотерапии, на самом деле у нас есть такой цикл для медсестер, для врачей, но вы не проводите сами себе химиотерапию, вы с ней живете, поэтому я добавила хвостик, что нужно знать пациенту, да, то есть мы же не будем рассказывать вам, как проводить химиотерапию. Я попытаюсь рассказать вам, как с этим жить, так, чтобы жить качественно, не просто получать тяжелое лечение, а как постараться сохранить себе еще и качество жизни. Итак, презентация большая, устануете, скажите, я остановлюсь. Итак, на сегодняшний день лекарственную противопухолевую терапию получают практически все пациенты, болеющие злокачественными новообразованиями. Я везде акцентировала слово, что лекарственная противопухолевая терапия, химиотерапия – это более узкое понятие, да, то есть противопухолевая терапия, она может быть таргетная терапия, либо биотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия. Химиотерапия – это более узкое такое понятие, поэтому такое оно подразумеваем, что противопухолевое лечение. Ну, на самом деле, это такой маленький участочек. Получают его практически все пациенты, а начальные стадии – это может быть предоперационная либо неодевантная терапия, послеоперационная терапия. Тогда, когда вы, к сожалению, приходите к нам с так называемыми уже продвинутыми стадиями, то есть тогда, когда невозможно прооперировать, либо тогда, когда заболевание проснулось после радикального лечения, тем более подключается лекарственная терапия. И поэтому очень многие наши пациенты получают это лечение и месяцы, и годы. И ничего в этом страшного нет, ничего в этом удивительного нет. Я своим пациентам обычно говорю, начиная с того, что сахарный диабет, мы же все время какую-то диету соблюдаете, какие-то таблетки принимаете, какие-то уколы делаете. При гипертонической болезни, при ишемической болезни вы тоже должны соблюдать какие-то условия жизни и принимать какие-то препараты. Так и онкологическое заболевание, к нему нужно также относиться. Оно хроническое, оно длительное, надолго. Такое часто бывает. И, к сожалению, еще раз, даже тогда, когда мы заканчиваем лечение, через некоторое время приходится к нему возвращаться. И как бы правильно мы не проводили противоопухолевое лекарственное лечение, осложнения бывают всегда. Просто это связано с механизмом действия самих по себе препаратов. Другое дело, что какой степени эти осложнения бывают. Первая, вторая степень, мы, как правило, и действительно внимания не обращаем на них. Третья, четвертая, уже так называемые жизнеугрожающие, те, которые мешают вам жить, вот они серьезные. А первая, вторая, нас не пугают, но вас тревожат. Поэтому мы будем говорить обо всех типах осложнений. Но еще раз, на противоопухолевой терапии, к сожалению, осложнения бывают всегда в той или иной степени. Итак, ну, в основном лекарственное лечение получается у нас через вену, да. Чему вас нужно научить, это тренировки вен. Рука свешивается, необходимо, можно тренировать руку тем или иным способом, эспандером, мечом, чем угодно, манжету накачивать, гипертоническую. Пить достаточное количество жидкости, оборачивать руки теплыми полотенцами накануне, ходить в теплой одежде и так далее. Вот такие осложнения часто бывают, это даже не вина медсестры. Вот такие руки вы, скорее всего, видите при длительном введении фторурацилов. Это пропитывание стенки препаратом сквозь стенки, то есть это даже не попадание препарата мимо. Это такое бывает практически в 100% случаев при некоторых препаратах, при применении некоторых препаратов. Зуд и эритема кожи возникает практически в 3% случаев и проходят безболезненно и ни о чем не говорят вообще. Такое бывает. При попадании некоторых препаратов, раздражающего действия, может возникать жгучая боль и покраснение в месте инъекции. Но это может не привести к некрозу, если принять правильные меры. Обычно бывает достаточно придания конечности возвышенного положения, либо применения тепла или холода. Я сейчас попытаюсь вам рассказать, что в каких случаях делать. Мы учим этому медсестер. Мы им рассказываем, и врачам, и сестрам. Но есть моменты, которые нужно знать и вам тоже. Значит, смотрите, что мы делаем для того, чтобы профилактировать такие осложнения. Во-первых, с этой целью вводится капельное введение именно препаратов. То есть сам по себе препарат растворяется в большом достаточном количестве жидкости. Если препарат есть по механизму действия, должен вводиться струйно через шприц, то он тоже разводится в достаточном количестве жидкости. Так называемые большие шприцы по 20-30 мл. И промывание вены должно быть после введения препарата всегда. То есть ввели препарат, он должен дальше промыться. Вена должна физраствором. Капельное это было или струйно. За этим вы можете тоже следить. Не всегда. Мы разных пациентов имеем. И не всегда можно попасть в вену. Правда, это вы тоже знаете. Вот в данном случае нам пришлось выбирать только таблетированное лечение. Мы не можем ничего сделать. После мастектомии вот такие руки, и тогда, когда у нас сохранная остается одна только рука, с этим тоже приходится считаться. При попадании некоторых препаратов под кожу возникает гиперемия, воспаление. В третьих случаях может возникнуть некроз, который никогда сам не заживет. Здесь придется иссякать. Нужно обращаться к хирургу. Нужно будет иссякать. Широкое иссечение с пластикой. Долгое заживление будет. Что нужно делать? Это мы тоже медсестер учим. И вы тоже должны это знать. Что при преподании некоторых препаратов игла не выдирается из вены. И вы не пугайтесь. Систему нужно остановить. Но выдирать иглу из вены не нужно. Нужно отсосать. Сестра через эту иглу отсосет то, что могло попасть под кожу. И для некоторых препаратов, для некоторых существуют антидоты. И обкалывается место инъекций. Не всегда. Только для некоторых препаратов такая вещь может существовать. Сестра обколет вам это дело. И потом уже удалит иголку из вены. Что такое возвышенное положение? Вам двое суток желательно ходить не вот так. То есть достаточно на косынку. Либо на перевязь, как это называется. Вот в таком положении держать руку. Это и называется возвышенное положение. 48 часов это двое суток. Дальше. Вы же знаете, что вам капает? То есть если вам прокапали так называемую красную химиотерапию, вы ее знаете, по клетоксел, то тогда мы прикладываем холод. Но помним, что не на весь день. Пакетики со льдом, либо холодной водой на 15-20 минут в течение суток двое. Иногда можно применять аппликацию с димексидом. Противовоспалительное лечение. Не троксивозин в сию минуту. Не лепешки с медом. И не капусту. Я в жизни всякого навидела. С чего только вы не делаете. Значит, не нужно делать химический ожог на химический ожог. Вот в данном случае нужен лед. Но если это все долго сохраняется при попадании препаратов, антрациклинов и пакетокселов, то вот тут нужно уже идти к хирургу, потому что только он сможет помочь. А если под кожу попало винкристин, винбластин, венерильбин, этапозит, то прикладывать тепло. Тоже руку наперевязь и тепло. Также в компрессы в течение суток двое. Помним, что компрессы не накладываются на сутки. То есть они прикладываются тоже на несколько минут. В течение 15-20 минут руку погрели, сняли. Через некоторое время снова повторили. Так несколько раз в день. Гидрокортизоновая мазь в данном случае возможна. То есть противовоспалительная гормональная мази. А вот если уже развился флебид, потом, на будущее, вот тогда эти флебиды, то есть воспаление вены, они лечатся по таким же принципам, как и обычные флебиды вне химических ожогов. Вот там уже применяются атикоагулянты, гепарины и так далее. Я просто очень часто слышу и вижу, что по выручку я вам там покраснела, рука гепаринчиком помажьте, в данном случае не работает. С чем еще вы можете столкнуться? Ну кто-то из вас уже опытный, кто-то может только впереди, кого-то ждет. Такая система существует. Еще раз, длительно, долго. Плюс у каждого препарата есть свой срок введения препарата, своя скорость введения препарата. Поэтому для этого существуют всевозможные, вы можете часто видеть всевозможные оборудования для дробного, длительного введения препаратов. Вот они существуют. Перфузоры, которые могут называться также инфузоматы, лиеноматы, шпильцевые насосы, дозаторы и так далее. Но чаще всего такие инфузоры у нас встречаются в гематологическом отделении, например. Ну и микроинфузионная помпа, либо инфузор тоже, вы часто это встречаете, пациенты как-то чаще всего называют его стаканом. То есть это вешается на шею, они бывают на сутки, на двое, на четверо, на пятеро. То есть пациент ходит, потихонечку капается у него это лекарство в течение нескольких суток, дозированно тоже. Правила. Зачем я это показываю? Бога ради. Не просите прокапать вам химию дома. Бога ради. Не ходите в клинику, которая не знает, что такое противоопухолевая лекарственная терапия. Давно уже, но по крайней мере в Санкт-Петербурге комитетам запрещено капать, нам запрещено, врачам, медикам, сестрам капать химиотерапию на дому после смерти нескольких пациентов. Вы можете проводить химиотерапию только в специализированной клинике, только быть уверенными в том, что врач и медсестра понимают, что делают. Препарат должен определенным образом разводиться, капаться и храниться. И нельзя смешивать. Есть только парочка препаратов, которые смешивают в одном флаконе. Все остальное должно капаться поочередно, да еще между препаратами должна быть промывка системы, я вам говорила, физраствором. Да еще и препарат каждый должен разводиться определенным раствором. Кто-то глюкозой, кто-то рингером, кто-то водой для инъекций, кто-то физраствором. Это нужно знать, правда. Это сложная наука. А почему эта картинка? Кто знает, что это такое? Зачем? Да, правильно. Потому что очень многие из вас еще стремятся купить препарат. Я куплю, привезу, а вы мне прокапайте. Если мы купим герцептин в аптеке, привезем его в обычной упаковке, что мы получим? В лучшем случае в воду, если не в холодильнике. То есть способ хранения препарата и его транспортировку тоже нужно знать. Вопрос, я куплю препарат, вы мне его прокапаете, звучит почти каждый день. Так вот, даже из аптеки вы должны знать, где должен храниться этот препарат. Вам его в аптеке достали из холодильника или с полки, и вы его везли по городу два часа доктору в платную клинику или в нашу клинику. Какая разница? Как? Это тоже надо знать. Об этом нужно заранее узнать. Или доктор вас должен предупредить. Договорились? То есть условия хранения тоже должны соблюдаться и в момент транспортировки. Ну и, естественно, всегда мы все годы мы же жизни спасаем. То есть нам, ну портим мы вам вены, ну портим мы вам жизнь. То есть многие годы мы подходили именно так. Мы спасаем жизнь, Бог с вами переживете с этими венами. Будем колоть, потому что ну вы жить хотите, да? Ну время идет, наука развивается. Поэтому на сегодняшний день существует несколько способов внутривенной доставки препарата в организм человека. Ну через иглу это вы видели все, да? Когда иголочкой. Вы знаете, я когда начала работать в медицине, мы работали еще многоразовыми иглами. Они были тупые, замечательно работать было. Вообще поставишь, и она там стоит, эта игла сутки в вене. А как только появились одноразовые, не знаете, какие они острые? А как этот, нож по маслу идет, прокалывает вену моментально и все. А только вы шевельнулись и опять вена прокололась. Даже если все хотело, стояло. Поэтому вот лучший способ, если нужно ввести достаточно долго препарат, это ввести его хотя бы через внутривенный катетер. Если за ним правильно ухаживать, если его устанавливать в асептических условиях, все законопатить, промывать, то до 10 дней им можно пользоваться. Но, естественно, проблемы свои могут быть. То есть там может возникнуть воспаление. Следующий центральный венозный катетер. Ну вот, специально показала картинку. Значит, тогда, когда катетер вот сюда подключаются капельницы, он подключается к вене, и препарат поступает прямиком в сосудистое русло. Вот так выглядит на картинке. Называется центральный венозный доступ. Удобно, хорошо, вам без конца не нужно портить вены. Это неудобно для жизни, наверное, да, не очень, но это удобнее, чем колоть бесконечные вены, которые не попадаются. Но, естественно, за ними тоже нужно ухаживать, потому что если при внутривенном катетере воспаление будет, то оно местное, здесь уже центральный, да, будет общее воспаление. Ну и следующая система, порт-система, я просто проговорю, это не реклама, нам всем это нужно и вам, и нам. Когда под кожу подшивается вот такая, как это назвать, резервуар, да, вот подсказывается, и тоже попадает прямиком в сосудистое русло. препарат. Показаний для него очень много, для него это и переливание крови, и восполнение жидкости при поносах, быстрое тогда, когда нужно быстро восстановить, и питание, если человек не может сам питаться, ну и, естественно, забор крови, внутривенное введение контрастных веществ при МРТ, КТ, ну и химиотерапии, естественно, тоже. Есть свои противопоказания, они учитываются докторами, тогда, когда невозможно установить на передней грудной стенке, ну вот, есть такая штука нарушения крови, малое количество лейкоцитов и тромбоцитов, но, честно говоря, в гематологии даже это игнорируют, потому что в асептических условиях, тогда, когда необходимо быстрое воздействие постоянное препаратами, игнорируют даже вот это правило, устанавливают все равно вот, ну вот, вы когда-нибудь догадаетесь, что этот молодой человек в течение нескольких лет постоянно практически находится на химиотерапии и летает из города в город, то есть у него установлена порт-система, вот тут сумочки у него, вот этот вот стакан, который на шее должен висеть, места в трамвае не уступите, правда? Живет своей обычной жизнью, летает к нам и радуется жизни, то есть это совершенно не мешает жизнь и только позволяет сохранить качество жизни. Естественно, это для нас очень удобно, вот у нас сейчас очень большое количество докторов учится со всей страны, многие до сих пор первый раз слышат о таких вещах, поэтому мы рассказываем вам, мы хотим, чтобы вы теребили своих медиков и рассказываем им тоже. при правильной эксплуатации может работать 5-7 лет, на самом деле на сегодняшний день уже больше лет существует наблюдение, когда эта порт-система установлена и она, если за ней правильно ухаживать, то фактически она пожизненная, при необходимости можно пользоваться. В Европе она является золотым стандартом уже очень давно и те пациенты, которые уезжают на консультацию либо на лечение за рубеж, они все возвращаются с порт-системой. Это вообще даже не обсуждается. Как происходит установка? Занимает это все в течение одних суток в амбулаторных условиях устанавливается, естественно, в операционной, но в амбулаторных условиях. И после установки порт-системы делается контрольный снимок в рентгенографии грудной клетки. Вот мы видим, что на месте система. Вот так выглядит снаружи. если видно, то да, вот таким вот образом это зашито под кожу и пациент с этим живет. Вот сюда же и подкалывается. Нужно только запомнить несколько правил. Я сейчас попытаюсь ответить на вопросы на некоторые, почему вам не всегда пользуются на местах вашими порт-системами, если они уже существуют. пользоваться можно, прокалывать их можно только специальной иглой, иглой губера. Что происходит? Если вы обычную иглу воткнете, вы порвете этот порт. А игла губера, она другой скос имеет, и она проходит насквозь. Видите? Она не рвет. вот эта крышечка может использоваться в течение долгого времени. Много раз ее можно использовать. И существуют различные размеры. То есть тогда, когда вы имеете уже порт-систему, вы имеете при себе паспорт вашего порта. То есть у каждого же своя толщина, диаметр вены, у каждого свой порт установлен. Вам просто нужно знать, какого диаметра игла вам нужна. Не просто и в аптеке, когда если вы покупаете или вам выдают, я знаю, что возникают вопросы, вот у вас там на МРТ, я была в другом городе, у вас на МРТ нам отказали сделать, да они побоялись испортить эту порт-систему, я выясняла ситуацию. То есть человек не знает, какого диаметра порт у него установлен. Еще раз, это все зашито под кожей. То есть поставили вам порт, возьмите всю информацию о нем и ходите с ним замечательно. Осложнения бывают, что должно насторожить сестру, она знает, но вас тоже. Вот эта пациентка приехала из другого города с некрозом вокруг. Нам пришлось вызывать своих врачей и заниматься ею портуси, пришлось удалять. Это не смертельная ситуация, она бы еще раз приехала из другого города на своих ногах и если бы мы сами не сполошились, то она бы и не подумала об этом. Но тянуть с этим тоже не нужно. То есть если покраснела, если там почернела или температура горячая на ощупь, то пожалуйста, дойти до доктора, желательно до того, который вам это и устанавливал. Ну и при установке каждой порт-системы должна выдаваться вот такая информация, куда если не медсестра, то вы можете записывать всю информацию и поехать с этой бумажкой туда, куда вам хочется отдыхать, работать и так далее. Ну теперь поговорим про некоторые осложнения. Тошнота и рвота. Ну во-первых, причин тошноты и рвоты может быть много. И химиотерапия стоит в данном случае на последнем месте. То есть нужно быть, нужно знать, почему вас тошнит и почему вас рвет. Видите, причин много может быть. То есть тогда, когда это осложнение или это неприятное явление возникло, нужно вообще поразобраться сначала. Дальше. И зачем это показывает, чтобы вы понимали, что причины возникновения тошноты или рвоты, они разного генеза, разного происхождения. Некоторые возникают посыл на тошноту и рвоту в головном мозге, некоторые в кишечнике. Поэтому очень трудно сказать, вот позвонить, меня тошнит, мне много чего надо знать, мы зануды, для того, чтобы понимать, от чего вас тошнит и даже какой препарат вам порекомендовать. Понимаете? То есть это вас знает доктор, который вас знает, и какие препараты он вводил, и откуда у вас возникла эта тошнота и рвота. Ну, кого чаще всего тошнит, это женщин, молодых женщин, которые мало пьют, которых укачивает в самолете, которых тошнило во время беременности, ну и которые тревожатся. То есть все молодые женщины вот в этой группе риска. Ну, вот в данном случае повезло мужикам. Ну, как правило, это мужики, вот у них рвотный рефлекс фактически отсутствует. Ну, хоть какая-то польза. Вот. Тошнота и рвота, она может быть острая, отсроченная и дальняя. Значит, острая, та, которая развивается в течение первых суток, отсроченная на вторые и пятые сутки. Условно-рефлекторная, это рефлекс на те манипуляции, которые вам проводили. Пока не было хороших препаратов, я все время слышала. Только вспомню про вас, меня тут же тошнит. Это правда. Ну, вас же тошнит именно после того, как вы посетили нас. То есть, вот только про вас подумай, меня тут же тошнит. Это так называемая условно-рефлекторная рвота, неконтролируемая, которая вроде как правильно все делал, а рвота все равно развивается. И рефракторная рвота, если все-таки предыдущая противорвотная терапия оказалась неадекватной. почему я вам это рассказываю, потому что вот задача сделать так, чтобы вас не тошнило и не рвало вашего врача. Он должен определить, какой уровень эмитогенности имеет препарат, который вам назначен. Какой уровень эмитогенности вот этой противорвотной терапии нужно провести. И эта противорвотная терапия должна начаться до того, как вам вели любой противопухолевый препарат, если он обладает эмитогенностью. Препараты есть высокоэмитогенные, а есть от которых вообще не рвет. Дотстоксел, токсатер, всем знаком? Многие, наверное, слышали. Как вы думаете, какой у него уровень эмитогенности? Низкий, низкий. Сисплатин самый высокий на самом деле. Вот. Поэтому вы не теребите доктора, он должен знать, какой уровень эмитогенности. Почему вы мне не делаете такой-то препарат? Вам кажется, что препарат серьезный, а он не вызывает рвоту, он не должен вызывать ее, по крайней мере. Дальше. Значит, если все-таки развелась тошнота и рвота, то ее нужно купировать. Если все правильно было сделано, а у вас все равно развелась тошнота или рвота, то в следующий раз эту противорвотную терапию должны усилить, и вы должны это знать. Вот. Критерием эффективности является отсутствие тошноты и рвоты в течение первых суток. Что это значит? Вас не должно тошнить на химиотерапии. Не должно ни тошнить, ни рвать. Сейчас достаточно препаратов, если ими правильно пользоваться и правильно назначать, для того, чтобы вас не тошнило. Этого бояться не нужно. То есть, если что-то пошло не так, то это уже неправильно что-то сделано на входе. Вот. Общие принципы. Это назначать строго по часам, а не тогда, когда затошнило. предупреждать рвоту, да, и тошноту, использовать парентеральный путь введения, либо введение в ректальных свечах. Еще раз, вас тошнит или рвет, и вы как бы через рот пытаетесь все это выплеснуть. Есть еще другой конец в нашем теле. И существуют свечки ректальные. Они с хорошей дозой противорвотных, их можно вставлять. Я очень часто это рекомендую. Вену, либо внутримышечную, не всегда может оказаться какой-то медик, который вам может это сделать. То есть, если вас тошнит дома, все-таки, если все правильно сделали или неправильно, то либо в вену, либо в попу. И, опять же, адекватная гидротация и коррекция электролитов. Эти умные слова говорят о том, что воду надо пить, не газированную, просто воду в достаточных количествах. Обязательное проведение, начиная с первого курса химиотерапии, введение антиметиков до начала первого введения цитостатиков, применение наиболее эффективных стандартных противорвотных комбинаций, они существуют, они входят в наши рекомендации, все должны делать это. Применение каждого антиметика, входящего в комбинации в адекватных дозах, не одну таблеточку, вот вы знаете, да, наверное, есть таблетки МЕНТ, там три таблетки, то есть их всех и надо правильно принять, а не тогда, когда вот, ой, меня не тошнит, больше не буду. То есть, вот какая доза прописана, такая и должна быть принята. продолжение соблюдения адекватной продолжительности, то есть столько, сколько времени нужно, столько она и должна приниматься, и соблюдение необходимых интервалов для соблюдения концентрации. Любое вещество, любой препарат через некоторое время из нашего организма выводится. Именно по этим периодам и назначается любое лечение, хоть рвотное, хоть противорвотное. Что мы делаем? Если возникает тошнота и рвота, во-первых, нужно быть уверенным, что это последствия химиотерапии, а не последствия провисания кишечника. Порез кишечника на некоторых препаратах бывает. Знаете, кишка ведь у нас, почему кал вытавливает? Потому что она вот так работает, да? Иногда бывает на некоторых препаратах она провисает, не двигается кал, тошнит человека. Меттосказы в головном мозге дают тошноту и рвоту. Гиперкальциемия, то есть тогда, когда огромное количество кальция в крови за счет разрушения опухоли, за счет большого количества в метастазах. Назначение опиатов, то есть если наркотики, по сути дела, человек принимает, его тоже может тошнить. То есть надо разобраться. Рвота ожидания. То есть вы настроены, вы знаете, что обязательно у меня будет рвота. Не ждите ее, Бога ради. И на стандартных необходимых, я вот уже говорила, что следующие противорвотные курсы тогда должны быть усилены. Не медикаментозные методы, это я прям специально показала, это из зарубежной литературы. Зачем у нас телевизор в палате висит? Чтобы вы отвлекались. Чтобы вы мультики смотрели и модный приговор. Они думали о том, что вас сейчас будет рвать и что у вас там дальше возникнет плохого. Это слушать музыку. Смотрите, перед химиотерапией желательно не принимать пищу с навязчивым запахом. То есть у вас и так обострено все это дело. А если вы еще придете наесть, что есть какой-то острой пищи, которую рядом сосед не переносит, ему будет нехорошо, например. Лучше переносится пища комнатной температуры, газированные напитки, крекеры. Маленькими порциями нужно кушать. Обычно мы тоже предупреждаем. Маленькими порциями часто. Есть вот такая информация, что имбирь уменьшает тошноту и рвоту, например. То есть вот такие моменты. Стоматит. Мы сейчас с кем-то не вижу разговаривали. Очень часто, в 100% случаев возникает при химио-лучевой терапии, например, опухоли головы и шеи. Предрасполагающие факторы несоблюдение гигиены полости рта, недостаточно слюноотделения, возрастная лучевая атрофия, некоторые сопутствующие заболевания. То есть тогда, когда возникают сначала какие-то налеты, покраснение, отек, могут возникать язвочки, стоматиты могут быть разной степени. И опять же, вот вы заметили что-то во рту? Они еще не болят, эти язвочки, но они уже есть. Покраснение, слабо выраженная болезненность, болезненная гиперемия, отек или язвы, но кушать еще можете. И вы очень часто вот на этом этапе еще ничего доктору не говорите. А уже пора. Вот 3-4, здесь скорее всего уже побежите и расскажете, но здесь уже сложнее. Приходится останавливать лечение, а вот эти вот первую, вторую степень уже доктору пора рассказать. Зачем мы возгоняем к стоматологу до начала химиотерапии? Принесите справку, что вы нам отвечаете, что вы нас гоняете. Что вы нас гоняете, у меня давно зубов нет, у меня там их надо лечить и так далее. Ну, во-первых, это профилактика стоматитов, во-вторых, это профилактика в принципе сидящего источника инфекции в организме, а еще профилактика чего? А еще профилактика некроза нижней челюсти у тех, кто получает долго заледроновую кислоту, например. То есть нет ничего бессмысленного в наших назначениях. Пожалуйста, просто слушайтесь. Вот. Лечение. Понятно, что лечить будет, скорее всего, доктор, но вам тоже нужно некоторые моменты знать. Использовать мягкую зубную щетку, чтобы не травмировать, не надо это все сдирать самим. Мягкая, теплая, нераздражающая пища, полоскание всевозможными отварами. Смотрите, белком куриного яйца. Это снимает боль. Вы можете рассасывать лед, чтобы, ну, местную анестезию провести, да, вы можете белок пополоскать во рту, если уверены, что там нет сальмонеллеза, всевозможными отварами ромашки, коры, дуба, смазывать слизистые, пользоваться малооксами, метилурациловой, мурсией и так далее. Тантумверт, анестезин. То есть это вот то, что вы можете начать дома, а потом еще и доктору рассказать о ваших проблемах. Всегда, это еще нулевая степень, осмотр полости нужно. Доктор не будет вам два-три раза в день в рот заглядывать, а вы можете подойти к зеркалу, чистить зубы мяской щеткой, полоскать рот каждые два часа, когда уже какие-то проявления появились. Первая степень, вторая степень, использование обезболивающих средств и рассказать доктору. Все остальное это наши проблемы. Третья, четвертая. токсические энтероколиты. Что это такое? Это тогда, когда на фоне того или иного лечения возникает диарея, липоноз. Лапирамид. Любимый препарат. Если мы уверены, что опять же это после химиотерапии, а не из-за кишечной непроходимости, пожалуйста. Он принимается по определенной инструкции. Мы пишем, мы рассказываем все равно по таблетке два раза в день. Так лапирамид не пьется. Мы заставляем врачей писать правильно и вам еще раз. Имодиум лапирамид это одно и то же. Они принимаются по определенной схеме достаточно длительно. Если на фоне этого еще раз, не по таблетке два-три раза в день. Если на этом лечении диарея не проходит, у нас существуют препараты актриотит, который подкалывается подкожно. Это наша скорая такая помощь. Это уже врачебные манипуляции. И если возник дисбактериоз, то нужно принимать колибактерин, лактобактерин, бификол, потому что и антибиотики, и цитостатики, и чего только не получают наши пациенты, кишечную флору нужно восстанавливать. Естественно, мы портим. Смотрите, больше двух суток диарея продолжается, требуется уже инфузионная терапия. Капельницу вы сами себе не поставите, а вы где-то уже дома. Что вы можете сделать? Вы можете сделать себе питье. Регидрон – это воду, поваренная соль, питьевая сода, сахарный песок, один стакан фруктового сока на один литр воды. Обезболивание, спазмолитики – это баралгин, ножпа, если нужно, калоформирующие, сложные порошки, которые есть в любой аптеке. воду, пейте хотя бы просто воду. Если с заднего прохода льется вода, то и в рот должна наливаться вода. что такое анорексия? Это отсутствие, это тогда, когда кушать не хочется совсем. В принципе, это развивается, может служить причиной кахексии, и вообще само по себе это состояние может служить причиной гибели. Не опухоль, а отсутствие аппетита. И вызвано оно может быть разными причинами токсичности препаратов, но и другими причинами. При некоторых локализациях опухоли отмечается избирательное отвращение к отдельным видам пищи. Вы всегда любили мясо, вдруг перестали его любить. Вы любили рыбу, вдруг перестали ее любить. И перестали кушать. Не хочется же. И перестали кушать, естественно, пошло снижение массы тела. Почему это происходит? Потому что тогда, когда мы с вами поели, у нас в организме вырабатывается гормон грелин, который мозгу говорит, все, ты наелся, мы же не едим бесконечно. У нас же существуют молоточки в голове, которые говорят, ты сыт. Так вот опухоль, она тоже вырабатывает такие же вещества, которые говорят, да не надо тебе кушать, ты сыт. Она вас обманывает. Она точно такой же гормон вырабатывает и говорит вашему мозгу, не кушай, не кушай, не кушай. Поэтому первое, что мы можем сделать, это оценить индекс массы тела. Все вы знаете об этом, часто мы сидим, пока не болеем на всевозможных диетах. Нужно только понимать, что этот индекс массы тела, он оптимален только для определенной категории людей в возрасте от 20 до 65 лет. В норме считается от 18,5 до 25. Все, что ниже, это недостаточность энергетическая, все, что выше, это избыточная масса тела. вот в эти цифры мы и можем взять вас на лечение. и если человек толстый, это вовсе не значит, что у него все хорошо, к сожалению. Даже ожирение не говорит о том, что человеку достаточно, человеку достаточно сил для того, чтобы лечиться. есть такой термин саркопения, тогда, когда происходит истончение мышц. Вот под жиром может скрываться очень маленькое количество мышц, тогда оно будет называться саркопения. Либо вот такой человек, индекс массы тела у него в норме, как видите. Очень обманчивый показатель. Вы сами, опять же, скорее всего, не будете судить о том, что в норме ваше состояние или не в норме. Это может решить доктор. И при потере мышечной массы увеличивается токсичность терапии, и поэтому мы либо отодвигаем сроки, либо уменьшаем дозировки. Проводились исследования, которые доказали, что очень многие препараты на маленьком количестве мышц работают токсичнее. Поэтому просто вы переносите плохо лечение, просто потому, что у вас нет мышц внутри. Там у меня этих слайдов нет, но так расскажу, что накопление мышц у нас идет мышечной массы до 25 лет. Физиологичное снижение мышечной массы после 65 лет у всех, а вот в этом промежутке нужно гантели качать для того, чтобы сохранить свои мышцы, чтобы их не потерять. После 65 и до 65, конечно, если ваши руки позволяют, удаленные лимфозлы и так далее. вы физическими нагрузками сохраняете свою мышечную массу. Что-то мне плохо, просто потому, что много для вас слишком вещества для вашего организма. Здесь слайд вроде заумный, но давайте вместе посчитаем. Потребность пациентов в белке 2 грамма на килограмм, предположим. То есть при среднем, ну, 70 килограмм человек весит, сколько нужно? 140 грамм в день. Энергия для амбулаторных пациентов 30 килокалорий на килограмм в день. 70 килограмм, сколько нужно? 2, да? Что у нас происходит? На самом деле мы недоедаем. К сожалению, наши люди, особенно с возрастом, недоедают. Мясо я не имею в виду обязательно красное мясо, недоедают белка. К сожалению, мы питаемся булками, картошками, макаронами, булочками, то, что быстро насыщает и то, что никакой пользы вам не приносит, кроме вкусового ощущения. Давайте, если интересно, поговорим о том, что можно, что нельзя, что желательно. Какая у нас цель, когда мы задумываемся о питании? Ну, кроме того, чтобы получить вкусовые ощущения, обеспечить возросшие потребности, профилактика токсических реакций и химиотерапии, ускоренная реабилитация и возвращение к привычному образу жизни, ну и не забыть порадоваться жизни. Элементарные моменты. Легко усвояемые продуктами, опять, маленькими порциями, дробно. Да, нужно баловать человека. Вот если он что-то любит, то совсем ему в этом отказывать не нужно. Ведь не нужно нам добиваться, зачем мне тогда и ваша жизнь, если я вот и никакой радости от нее не получаю. Следует избегать крайних температур и резких вкусов. Пища должна быть красиво сервирована. Это правда. Не нужно кормить человека из контейнера. Это самоуважение, это повышение аппетита, это немаловажно. Я все время ругаюсь со своими сестрами, которые едят на ходу. Прием жидкости, отсроченный на один час, это рекомендуется. Я, например, лично не могу вообще ни в прихлеб купить. То есть у каждого свои особенности. Если вам для этого необходима вода, то пищу нужно проглотить. Опять же, раскладывать в маленькие тарелочки. Продукты всегда должны быть под рукой. Не нужно говорить о том, вот я сейчас приготовлю обед, потом поешь. Он хочет есть, ваш родственник, пациент или вы сами, и дать ему поесть. Пусть немножко. Он наберет в течение суток все, что ему необходимо. Квас, кислые соки, сиропы, сухие вина, кисломолочные продукты. Водка продукт не полезный, а вино полезное. Да, ради бога. А? Серьезно. Да, пожалуйста. Послушайте, человечество выжило за счет вина. Так, крамольные может быть вещи, но вообще, если вспомнить, то наша цивилизация откуда? Из жарких стран. А там хорошей воды не было. Там пили развавленные вина. Только за счет того, что там микробы не разводились. Может быть, во время химиотерапии не стоит, но если ваши показатели печени, алте, стебель, рубин в норме, ваша печень справляется. Балуйте себя, поднимайте себе аппетит и повышайте настроение. Я своим говорю, вы же любите еще монастыри, церкви, это очень хорошо, там хорошие психологи работают. Возьмите там кагоры и пейте его себе потихонечку. Есть за столом и одевать больного к каждому приему пищи. Лечить, опять же, стоматит, ксеростомию, устранять неприятный привкус. Это важно. Витамины. Бога ради. Вам можно и нужно кушать витамины. Забудьте этот бред. Я знаю, что очень многие, в том числе и врачи, говорят о том, что вам нельзя витамины. Можно. Вы такие же люди, как и все окружающие. И вам нужно и можно. Мы для лечения токсических нейропатий назначаем витамины группы В. Мы для лечения анемии назначаем витамины группы В12. Мы для лечения, для, как это, при медикации некоторых препаратов назначаем, да, Олимпта, например, она требует предварительного введения витамина В12. Ешьте витамины. Они вам не, ну, все в разумных пределах, да, гипервитаминозы тоже бывают, понятно. Не следует часто взвешивать больного, это не беременный. Не надо ему каждый день напоминать три раза в день о том, что он не набрал веса. Существует стимулятор аппетита, на что нужно обратить внимание. Мегистрол или Мегейс, к сожалению, давно в стране нет. Мы его раньше очень часто использовали для лечения опухолей молочной железы, ну, и для набора веса тоже он в большей дозировке. Ну, вот находят некоторые пациенты, поэтому его иногда советую. Глюкокортикоиды, которые и так вы практически все на химиотерапии получаете. Опять смотрите, какая сноска. Глюкокортикоиды усиливают катаболизм, то есть распад белка. Здесь требуется повышенный прием белка опять. Хотя бы за счет того, что просто, что вы глюкокортикоиды получаете. Белок, мясо, рыба, курица, птица вам нужны. Противорвотные, антидепрессанты. Последняя строчка. Анаболические стероиды качки качаются. То есть в данном случае они будут... Раньше мы использовали и это пробовали. Нам же сверху никто не спускает с облаков. Что делать с пациентом? Все же методом проб и ошибок. Вот сейчас доказано, что анаболики у онкологических пациентов не работают, не повышают массу тела. Есть еще некоторые советы опять же из зарубежной литературы. Прочитайте сами. То есть если вы напомните нам, что вот этот пациент тоже был молод, красив, здоров. Мы иногда забываем, мы же видим пациентов, а не людей. То есть если вы поставите эту тумбочку, фотографию, если вы дадите человеку одежду по размеру, если вы дадите ему хорошие зубные протезы, когда он будет чувствовать себя, ну, похудевшим, но не больным, зачем нужна нормальная одежда? Вот приходит пациент, у него все болтается, он все ждет, когда он там... Я говорю, я уже за годы работы прям оттянула резинку штанов и могу понять, сколько килограмм он потерял. Так он-то тоже это видит. А если надели нормальную одежду, то вроде как и всегда так было. Продукты. Птица, капуста, масса под... Не подсолнечное, растительное, любое масло. Морепродукты, сыры, творог. Нормальные люди, нормальное питание. Ешьте. А? Никакого вреда не вижу. Опять же, все в разумных пределах. Если вы не зашкаливаете себе давление, и вы, если вы его держите... Кофе кто пьет? Гипотоники. Жить без этого не могут. Ну как? И не встанете, если вы не выпьете кофе. Как же? Вот. Это рекомендуемое сочетание продуктов. Так обычные тоже наши. Ну, спагетти с сыром, ну, макароны с сыром, какая разница, да? Каша с молоком, картофель с яйцами, овощи, яйцо. Это все обычное наше сочетание продуктов. Питайтесь как нормальные люди. Что важно, это не ухудшит свое состояние. Да, к сожалению, естественно, за счет того, что мы вводим цитостатики, иммунитет снижается. Вот лейкоциты, что мы за ними следим? Поэтому чаще подвержено заражению, и риск инфицирования резко возрастает. Поэтому есть некоторые ограничения, на которые нужно обратить внимание. Тщательно мыть овощи и фрукты, не пить молоко сырое, не есть сырое мясо и рыбу. Не просто так. Суши кто-нибудь любит? А я вот люблю. Сырая рыба. Да. Дальний Восток у нас весь ест замороженную сырую рыбу. Да. Дальше. Сырое молоко. Кто в деревне живет, и мы любим покупать молоко деревенское, сырые яйца непроверенные, это все может быть источником инфекции. Просто аккуратно к этому относитесь. И человек, который болен, он может среагировать не так, как человек, который здоров. Ну, и что мы не рекомендуем, не потому что это стимулирует опухоль, а потому что организму тяжело. Тяжелую пищу. Жирную, копченую. Иногда, опять же, побаловать себя. Это одна ситуация. Но вот некоторые же люди, в принципе, едят вот такую еду всегда. Ну, наверное, придется в этом ограничить себя. То есть в больших количествах жирную, копченую, тяжелую пищу кушать не нужно, правда. Еще любимая забава. Как только заболели или узнали, что заболели, купили соковыжималку и литрами пьем соки. Не нужно этого делать. Соки не больше одного стакана в день, да еще и в разведенном виде. Воду. Кто-нибудь считал, который раз я сказала сегодня про воду? Что такое 30 миллилитров на килограмм? Опять же, на 70 умножаем. 20, ой, 2 литра, да? Воду. Сижу недавно, разговариваю с пациентом кавказской национальности. А чай, кисель? Это не вода. Не чай, не кисель, это не вода. Здесь имеется в виду вода. Понимаете? То есть вот вашему организму полезнее пить воду. Любому организму на самом деле. Ну, некоторые советы при каких-то болезнях, скажем так, состояниях, да? Опять же, по питанию. Едим при тошнете и рвоте часто понемногу. Комнатную температуру. Проветривать помещение, чтобы не было запаха. Все, о чем мы с вами уже говорили. Не пить воду во время пищи. Нейтральный вкус. Эстетическое оформление пищи. Про питание поговорим чуть попозже. При дисфагии. То есть тогда, когда затруднено проглатывание пищи, у некоторых бывают такие. Тоже стараться употреблять жидкую или полужидкую пищу в положении сидя или полусидя. При мукозитах, тех же стоматитах, вязкая или густая, кашицеобразная, пользоваться соломинкой, исключить крепкое спиртное, раздражение слизистой. Ну и если мы принимаем какое-то специализированное питание, то его можно замораживать в виде мороженого кушать. При диарее, то есть при поносах, пьем воду. И что мы делаем? Продукты с низким содержанием грубой клетчатки. Белый серый хлеб, сухари, картофель, рис, макароны. То, что я говорила, что обычно не надо. Куриный бульон с яйцом, лапшой, рисом, гренками, вареная тушеная курица, индейка, рыба, тефтели, мягкие вареные овощи, печеные яблоки. Очень хорошо кушать тушеную морковку и бананы свежие. Они вот как бы собирают грязь на себя, сорбируют. Очень хорошо. Воду. Исключить очень сладкие напитки. И вот в данном случае не пить молоко, кофе, соки. Они не спасают от диареи. Вот на картинке мы посчитали. 2000 килокалорий, в принципе, человеку весом 70 килограмм нужно съесть за день. Когда ты болен, такой объем питания еды в течение дня, наверное, и не съесть. Именно поэтому существует на самом деле специальное питание. Мы об этом тоже поговорим сейчас. Специальные питательные смеси, которые содержат высокое содержание энергоидки в маленьком объеме, белков, биологических веществ, витамины и все прочее. Их можно, нужно понимать, что их можно добавлять фактически в любую еду. То есть не обязательно пить так, как вы их купили в аптеке. Вы можете развлечь себя и приготовить что-то красивое. Надо понимать, что эффект наступит не раньше, чем через 2 недели после начала приема этих продуктов. Медленно, маленькими глоточками, через трубочку в течение 20-30 минут. Я на своих консультациях прям пишу. Это в консультативном заключении. Если вы хлебнете быстро, будет понос. Охлажденные, теплые. И можно готовить всякие десерты. Вот оно, сиппинговое питание. Это так называемое может быть через трубочку, прямо из бутылочки, либо из стакана. Маленькими-маленькими глоточками медленно. Почему медленно? Потому что там уже в готовом виде продукт. Он прямо в организм поступает. Мы же, когда едим, у нас во рту происходит всасывание продуктов, разложение в желудке, в пищеводе, в желудке, в тонком кишечнике, в тонкой кишке, в толстой кишке. По пути, постепенно. А здесь все прямо, оно уже готово, и пришло, и вы сразу все получили это в организм. Вот. Значит, как можно долго принимать? Так долго, сколько это нужно будет? До нормализации показателей крови, для достижения нормального качества жизни, для купирования или снижения слабости, ограничений по приему этого питания нет. Нет доказательств того, что дополнительное питание стимулирует опухоль. Нет доказательств того, что любая еда стимулирует рост опухоли. Вы же еще, когда начинаете болеть, некоторые начинают с дури голодать. Не нужно этого делать. Ради бога, опухоль без вас справится с вашим организмом. А вы должны бороться против нее. Поэтому у вас должны быть силы. Когда начинать? Перед химиотерапией, перед лучевой терапией, перед химиолучевой терапией. В принципе, хорошо, даже если вы хорошо себя чувствуете. Потому что, когда мы начнем вас лечить, опять же, первый слайд вспоминаем, осложнения будут обязательно. Аффект можно ожидать при ежедневном введении до 600 килокалорий в день. На баночке написана ее калорийность. Начинаем поддержку минимум за полторы-две недели. Есть еще один момент. К сожалению, некоторые поправляются на фоне нашего лечения. Мало того, что были пухленькими до того, как к нам пришли, так еще на фоне нашего лечения поправляются. Поправляются за счет чего? Опять же, в первую очередь, за счет того, что мы даем глюкокортикоиды. Они задерживают не жир, а жидкость в организме. В мягких тканях, в санях, в коже, подкожной клетчатке и так далее. Я уже не стала показывать здесь фотографии с плевритами, асцитами. Это тоже свое количество жидкости. Поэтому нужно понимать, за счет чего высокая масса тела. Что здесь делать нужно? Тоже нужно просто сделать акцент на том, что нужно избегать углеводов и очень высококалорийной пищи, а сделать акцент на белковой пище. Точно так же существует и дополнительное питание в баночках с повышенным содержанием белка, с пониженным содержанием калорий. Не будем об этом рассказывать. Про кожу. Практически все наше лечение, к сожалению, воздействует токсически и на кожу тоже. Какие рекомендации мы обычно даем? Использовать солнцезащитные средства, головные уборы, солнечные очки, наносить увлажняющие и солнцезащитные кремы, избегать травм и контакта с агрессивными реагентами. В перчатках дома работайте. Постирать, помыть, помыть посуду, поработать на грядках с цветами. Перчатки наденьте, наденьте шляпу, наденьте красивую, наденьте очки, наденьте белые длинные брюки, ходите. Никто не догадается, что вы болеете, но вы себя защитите. По возможности исключить макияж и обрезной маникюр. Бриться можно, но электробритывание не рекомендуется. Рекомендуется носить свободную, удобную обувь. Важное белье. Ограничить вводные процедуры сейчас тоже покажу. При третьей-четвертой степени токсичности консультация ассоциирована с дерматологом. Это фраза из зарубежной литературы. У нас фактически таких дерматологов нет. Мы в течение нескольких лет уже работаем с ними активно. Их учим, у них учимся. Мы создали интерактивные модули образовательные для докторов, методические рекомендации. У нас есть онкодерматолог, который знает наши проблемы, с которыми мы совместно работаем. Если какие-то проблемы возникают, то ассоциированный дерматолог, пожалуй, в нашей стране существует только у нас. Нами же обученный. Опять же, что мы делаем? Увлажняющие кремы, гормональные средства, солнцезащитные кремы. То есть кожный зуд при любых проявлениях. Избыток влаги убирается направленным потоком воздуха или хирургическим спиртом. У женщин большие молочные железы. Как только поднимаешь, чего там у нас на грудной стенке? Очень часто язвочки. Может, я не говорю про другие места. Что такое направленный воздух? Фен. Фен, конечно. Разделись до гола, протерли. И феном посушили себя. Тальком пользоваться не нужно. Кукурузным крахмалом тоже пользоваться не нужно. Пожалуйста. Посушили спиртовой салфеткой, походили горенькая. И вытерлись. И это относится ко всем вещам, которые у вас возникли. Помещение с комфортной влажностью воздуха. Вот у меня глаза болят. Вышло в кабинете холодно. Работает все время обогреватель. Даже у меня глаза горят. А у больного человека тем более они будут. То есть цветы, увлажнители воздуха должны существовать. Потому что мы с вами полгода живем на обогреве. Компенсировать потерю жидкости. 125 раз сегодня рассказываю про воду. Про то, что ее нужно пить. Пользуется одеждой свободного покроя. Ничего сложного. И материал одежды не должен раздражать кожу. Нужно применять стиральные порошки. Мягкие. Ну, детские порошки. Без добавок, без всяких. Ванну и баню мы как бы не рекомендуем. Не потому что они будут стимулировать опухоль, а потому что они кожу раздражают. То есть не нужно увлекаться очень долго горячей водой и банями. Ну и дезодоранты, антипереспиранты, к сожалению, тоже будут мешать. Если возникли какие-то трещины, то солициловая кислота, визин, левомиколь, мягкие мыла, повязки. Все очень просто. Опять же, исключить обрезной маникюр, не парить руки и ноги, пользоваться хлопчатобумажными перчатками, подсушивающие пасты, антисептики и так далее. Еще один больной вопрос, который всех интересует. Можно ли сохранить волосы? Можно попытаться их сохранить, если вам будет вводиться препарат, который обладает частичной токсичностью на волосяные фолликулы. Большинство наших препаратов, к сожалению, вызывают тотально аллопицы, и бороться с ним практически, к сожалению, невозможно. Что можно сделать? Есть попытка холодовой шлем. Химиотерапию нужно проводить, сидя в этом шлеме. И нужно понимать, что желательно его применять при тех методах, когда введение препаратов продолжается не больше 30 минут. Не так часто это бывает в нашей жизни теперь, к сожалению. Ну и что мы советуем? Это не пользоваться бегудями, фенами активно. Постараться не мыть голову часто, не делать химические завивки, сделать стрижку, чтобы уменьшить влияние трения на волосы и улучшить их питание. Ладонно-подошвенный синдром. Вы тоже можете сталкиваться с такими вещами, когда при применении некоторых препаратов возникают проблемы как во рту, так и на ладонях и на подошвах. Покраснение, отеки, волдыритом и так далее. Я здесь показала патогенез. Грубо говоря, химические вещества пробираются сквозь кожу наружу, и там вот они ее сверху раздражают, соединяясь с кислородом. Что нужно сделать? Мыться. Пользоваться увлажняющими кремами. Кто этому подвержен? Опять же, препарат, понятно, тот препарат, который вводят молодые женщины, но в данном случае больше будут страдать уже алкоголики. Те, у кого больные печень, почки, а на химиотерапии, особенно на длительную проводящейся химиотерапии, такие тоже процессы могут возникать. Ожирение и так далее. То есть, ну, очень многие подвержены, к сожалению, таким проблемам. Осматриваем сами себя. Не ждите, что доктор каждый день, два раза в день будет осматривать ваши ноги. Пользоваться увлажняющими кремами, мазями, свободной одеждой, обувь. Зачем свободной одеждой, обувь? Да чтобы не давить, чтобы не было прекращения кровообращения. То есть, вы в тесной обуви или работаете на клавиатуре, все время на компьютере, вы же сдавливаете пальчики на ногах, на руках и прекращаете кровообращение. Это тоже будет проблемой. Хлопчатобумажные перчаточки, они продаются в аптеках. Руки кремом смазали, легли на ночь и побаловали себя. Исключить занятия спортом, ну, вот эти давящие такие моменты. Увлажняющие кремы. А сходите к нашему Ольге Ивановне, она вам расскажет, дарматологу. Я все-таки не дарматолог, да, то есть я могу только сообразить проблему. Но можно об этом поговорить после занятия уже хорошо. Еще одна проблема – фотосенсибилизация. Мы люди северные, мы мало солнышка видим, радуемся ему. Но, к сожалению, даже солнце может оказаться нашим врагом. Не в плане скимуляции опухоли, опять же, а в плане ожога. Вот этот молодой человек пришел весь такой. Я говорю, я же сказала, не загорать. Я и не загорал, я на даче в трусах ходил. На пляже не лежал. В трусах по даче ходил. Что получили? А у него, опять же, вот та химия, которую мы, да, изнутри, она сквозь кожу продирается. Значит, и темный, и с ожогами, и все дела. Что это такое? Вот занятия проводим. Получай фотографию летом из Мурманской области. Ладоноподошвенный синдром. Правда, вот мне показывала. Покраснел, то есть не сполошилась. Вот здесь уже задумалась, это что? Вот что это? Откуда у нее? То есть это какой-то отек, какая-то аллергия. Вот это, когда увидела, все поняли. Девушка, что сделала? В открытом платье походила по солнышку. Фотосенсибилизация. Заодно все, что было, вот этот вот, она на ксилоде, ладоноподошвенный синдром, и вот этот вот на руках, на тыле рук, и на лице, и на шее спереди, и сзади, все это усилилось действием солнышка. Немного там солнца, но ей хватило. Мы же еще с вами непривычные к солнцу, да? То есть мы как бы, нам многое не надо. Вот так. Ну, на закуску, пожалуй, самое такое грозное осложнение. Хочу, чтобы вы о нем знали. Есть такой термин, называется фибрильная нейтропения. Погибнуть в течение суток-двое, вот, просто. Очень просто. Даже если мы вовремя присоединим антибиотики, я вас не пугаю, я вас предупреждаю, в 10% случаев может возникнуть смерть. Проблема в том, что это состояние развивается, как правило, тогда, когда вы уже ушли от нас, и вы где-то дома. И не надо рассказывать своему терапевту о том, что у вас ОРЗ, и себе тоже. Бога ради, если у вас повысилась температура, делайте клинический анализ крови. Прям специально картинку повесила. Если у вас температура по нашей зарубежной литературе, и врачи ведь это тоже читают. Это снижение числа нейтрофилов в сочетании с температурой 38,5 или 38, измеренной во рту. Кто в нашей стране измеряет температуру во рту? Никто. Так вот, подмышкой 37,5. Ладно? Температура повысилась, сдайте клинический анализ крови. И звоните онкологу. Вот прям тревогу бьем по всей стране. Учим терапевтов, учим фельдшеров, всех кого угодно. Это грозное осложнение. В очень большом проценте случаев это можно лечить дома. Не надо госпитализироваться и не нужно госпитализироваться. Как это? Можно не госпитализироваться и не нужно госпитализироваться. Главное понять, что это такое. Но связаться с онкологами. Пока только онкологи знают, что с этим делать. Ну и еще одно осложнение, которое возникает практически у всех наших пациентов. Это анемия, снижение гемоглобина в крови. Причиной его может быть сама по себе опухоль, наше лечение. Но в практике это чаще всего и то, и другое. И сама по себе опухоль и вызывает анемию, и наше лечение. Поэтому в течение долгих лет лечения анемии это было гемотрансфузией, то бишь переливание крови. Не требуйте от своих врачей переливания крови по любому поводу снижения гемоглобина. Существует приказ, четко ограничивающий показания для этого. Либо острая кровопотеря, либо тогда, когда это действительно мешает жить, можно там при определенных показателях крови прокапать, а дальше существуют эритропоэтины и препараты железа. Так вот на сегодняшний день для лечения хронической анемии стандартом является лечение препаратами железа. И нужно понимать, что железо при больном желудке и кишечнике усваивается плохо. То есть нужно его вводить внутривенно, хотя бы для того, чтобы сейчас быстро поднять. Вот потом можно попробовать перейти на пероральное железо. И так называемые препараты эритропоэтины, которые подкалываются. И о чем еще нужно помнить? Не следует вводить препараты железа в дни проведения химиотерапии. Не нужно приходить на свое отделение и говорить, я вот тут железо получаю, прокапайте мне тоже сегодня. Вот сегодня, когда вам химию вводят, железо вводить не нужно. Потому что они связываются между собой и некоторые препараты вред наносят. Другое химическое соединение получилось. Я желаю вам здоровья. Держитесь за каждый шанс. И когда я только начала работать в онкологии, мой учитель говорил своим пациентам, живите. Когда-то изобрели инсулин, вы доживете до своего препарата. Изобрели герцептин, изобрели пембролизумаб. Денег много президент дал. Живите. Продолжение следует...